Радио Болтком Построить фундамент здоровой семьи и укрепить свой иммунитет, взяв достижения науки в свои руки. Вода – это архитектор здоровой и счастливой жизни. Все это и многое другое в программе Академия Здоровья на Радио Болтком. Мы продолжаем наш эфир. Здравствуйте еще раз всем присоединившимся. Доброе утро. Олег Пек, Александр Шунин, Академия Здоровья. И к нам присоединяется эксперт по качеству питьевой воды «Си Акватор» Евгений Данько. Здравствуйте, Евгений. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте, Олег. Слышно нас? Доброе утро. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как раз надо воды попить. Да, как раз сделать глоток воды я уже его сделал. Да, наверняка для многих утро начинается с того, что, открывая глаза, они идут попить водички. Ну, а самое-то главное, что такая возможность пить не просто воду, а ионизированную воду, щелочную, живую воду. И это об этих возможностях, о том, что, каким образом можно использовать эту воду для того, чтобы усилить свой иммунитет, для того, чтобы, может быть, справиться с какими-то недугами, которые беспокоят. Вот обо всем об этом мы сегодня обязательно поговорим. Давайте я вот хочу спросить у Сергея. Сергей, скажите, у вас зрение, вы носите очки, как и я? Это Александр, Александр, Александр Шунин. Давайте мы найдем Сергея и спросим у него. Саш, скажите, сколько у вас зрения вот сейчас, в данный момент? В данный момент у меня глаза еще даже не продрались. Я затрудняюсь назвать числительное. Ну, помните диоптрии свои. Хорошо, скажи, вот видите, я тоже очкарик. Хотя слово, может быть, немножко обидное, но так нас, в принципе, называют. Ну, это, конечно, правда, очкарики, ну, да. Я тоже периодически нашу очки, если честно. Ребят, я тут слышал, я слушал эфир, была реклама одной фирмы с очками. Так вот, в эту фирму я попал один раз в Германии, в Манхеме, да. В 2013 году мне проверили зрение, проверяли его дней пять, наверное. Они там очень ответственно относятся к этому процессу. И в последний свой прилет в Ригу, буквально неделю назад, в Риге, ну, чтобы далеко до Германии не лезеть, я зашел, не просто проверить зрение, я вот эти вот очки себе там заказал, купил. Они проверили, в принципе, ну, не пять дней, но долго, часа три-четыре. Там меня муружили, да, пока все выяснили. И сказали, я привык к тому, что зрение садится, да. Очки ношу из трусости, потому что при операции, ну, пять-десять процентов, сами знаете, есть, которые уходят, ну, в незрячие полностью люди. Где гарантия, что ты туда не попадешь, абсолютно никакой. То есть я трус, я ношу очки, не потому что красиво, потому что боюсь делать операцию. Так вот, мне на этой последней проверке сказали, что за последний вот период, получается, восемь лет, да, с тринадцатого года не проверял, зрение улучшилось. То есть вам нужны другие очки. Я к чему? Я к тому, что глаза, это как и все другое, это орган человеческий, да. Наш организм, в принципе, и внутренние органы состоят из клеток. Что важно для клеток, архиважно? Это обмен. Обмен с жидкостями, да, то есть через мембраны. Внутриклеточная и межклеточная жидкость. Организм человека состоит так или иначе из воды, кто бы себе что ни думал, да. Кто-то говорит, да я из мяса, но я из костей. А все состоит из воды, даже камень состоит из того же самого H2O, да. Ну, плюс, опять же, минеральные примеси. Поэтому если мы хотим, вот, к примеру, даже из трусости, ну, не делая операцию, улучшить свое зрение, в принципе, нужно заниматься здоровьем. И заниматься здоровьем – это не значит заниматься изнурительными упражнениями в спортзале, да, когда стираются все суставы раньше назначенного срока. Идет такая сверхэксплуатация, поэтому, в принципе, многие спортсмены пьют эти БАДы, пьют добавки. Для чего? Ну, для того, чтобы как-то восстанавливать быстрорасходуемый запас. Если человек живет в обычном режиме, употребляя, ну, свое необходимое количество воды, все мы разные, разные комплекции, разные веса, состояния души и тела. Ну, 30 миллилитров на килограмм веса никто не отменял, конечно. Но если у вас все в порядке, эта программа не для вас, да. То есть тот человек, который пьет воду, знает об этой необходимости, не страдает, как я, минус 6,5, но это как бы, следствие, очень много читал. Да, немножко пару раз падал с мотоцикла, так получилось, слава богу, остался жив. Но когда я узнал, что зрение улучшилось, а я понимаю, я эту воду пью, да, в частности, ионизированную щелочную, она не просто восстанавливает мой организм, ведь как однажды получилось у меня на комиссии инвалидной, я просто встал вот так вот раз, не знаю, видно ли, нет немножко, да, вот так руки разводишь в стороны, закрываешь глаза и поднимаешься на носки. Вот если нас слушает хоть один врач, имеющий отношение к медицине, он поймет, о чем я говорю. Я говорю, коли у вас вторая группа инвалидности, и вы парализованы, ну вот одна нога работает, другая нет, вы на этих носках с закрытыми глазами удержать равновесие не сможете, вы упадете, и сыграть не сможет так ни один актер. Ну даже обмануть медицинскую комиссию вы не в состоянии, это условные рефлексы организма. И вот когда года через 3-4 после этой вручения второй группы я вот сделал так, и на носках вверх-вниз, вверх-вниз, открывая глаза, говорю, не падаю. Нервы, вот эти вот нервы, наши провода в организме, по которым идет фактически нервный импульс, электрический ток, они также состоят из клеток. Что я сделал? Врачи мне обещали восстановление, но говорили, потребуется лет 10-15, да, потому что очень медленно, очень-очень медленно, изнуряющий ежедневный труд. Фактически я, ну, не обманул медицину, легкий сделал лайфхак. Ну, представляете, если бы я поехал и года 2-3 провел на санаторно-курортном лечебном месте, на воды поехал бы, как классики, вот как Чехов. Он там труды свои писал, причем замечательные вещи, да, и не он один. Писались на водах. Вот поехал бы и 3 года, были бы у меня деньги такие, да, чтобы там прожить Карловы, Вары, ну, можно продолжать дальше, знаете сами названия этих курортов. Я фактически устроил курорт у себя дома. То есть эту воду я позволил себе без всяких расходов пить каждый день. И произошло не чудо, а произошло то, что называется ежедневный труд. Вот эти 3-4 минуты, которые тратятся на приготовление воды, ну, плюс 12 секунд посеребрить и стоять рядом с прибором не надо, отдал как отче наш, зато получил результат. Я почему-то говорю, что 3-4 минуты кажется, да ладно, любой человек найдет. Олег, вы не поверите. Александр вот, может быть, не знает, но я это не рассказывал, сколько людей. Говорит о том, что да я не собираюсь менять свои ежедневные привычки. У меня день расписан по минутам. Я говорю, господи, дорогой мой товарищ, ну, лучше сейчас найти 4 минуты на себя, да, с удовольствием, чем потом лежать в реанимации в лучшем случае, если в морг не закатают, и тогда уже у вас время будет масса. И подумайте, что-то еще другое сделать, но не факт, что сможете. Ну, состояния бывают разные. Поэтому насколько важно пить воду, ну, в принципе, от этого зависит в данный момент наша человеческая популяция. Вода уже давно дороже, чем бензин. Откройте глаза. Да, вот, Евгений, вот вы говорите, что посеребрить. Вот, может быть, об этом все-таки еще несколько слов. То есть мы все время говорим, с одной стороны, об ионизированной щелочной воде. Вот что дает посеребрение? Меня не посадят за политику, если я объясню несколько иносказательно. Вот, когда правый сектор шел в Крым, зеленые человечки там уже были. Поэтому он не дошел. Когда вы пьете серебро, серебро, коллоидное серебро, которое вы можете приготовить в нашем приборе, да, слегка посеребрив воду 12 секунд ежедневно быстро в питьевых пропорциях, коллоидное, если нужно по рекомендациям, в принципе, раньше купить можно было и в аптеках провизорских, просто добавлять его в воду. Были и приборы, они и есть, отдельные ионизаторы серебра. Ключевой момент, чтобы серебро было 4 девятки. То есть проба 99,99, медицинская, которую вы не встретите на изделиях ювелирных. Если вы кладете крестик, монетку, цепочку, много серебряных изделий, ну, возможно, результат какой-то есть, да, в какой-то длительном варианте. И, опять же, у вас коктейль из металлов, у вас не серебро. Понимаете, да, то есть проба 500 там какая-то, это значит, что полкилограмма в килограмме как бы серебра совсем не серебро. И электролиз сделать с таким предметом не получится. Здесь нужна медицинская, банковская, я бы сказал, вот как в банковских слитках, вот такая чистота. Когда мы серебрим, мы фактически даём в руки организму оружие. Оружие против вирусов, грибков и бактерий. За миллионы лет существования, когда никто не слыхал ни о каком Крыме и вообще о людях, как нам говорят, не так давно мы возникли, но вирусы существуют миллионы лет, да. За это время на планете Земля они не смогли привыкнуть к серебру, ну, выработать резистентность. Как оно их убивало, убивает, так, надеемся, и убивать будет. И даже рукотворные вирусы не могут люди придумать защиту, да, то есть от матушки природы. Серебро, там, где находятся залежи серебра, протекает вода. Известно также не только в Индии, вот город Варанаси, река Ганг, наверное, знаете эту историю, почему бы там такая санитарная обстановка, хотя, в принципе, ну, сожгли и в речку выкинули. Залежи серебра, река Верховьев проходит, фактически течёт, ну, коллоидное серебро, насыщенная серебром вода. Бактерии не размножаются. Если мы этот продукт применим при употреблении ионизированной щелочной воды, то в нашем организме, если мы это делаем профилактически, физически не может, ну, процентов на 70-80 точно развиться какой-либо вирус. То есть что нужно сделать? Вот, ну, просто, может быть, для наших слушателей, ну, поясните. Вот если мы приготовили щелочную воду, и дальше вот сколько нужно серебрить, до какой степени, вот чтобы... Ну, я понимаю, что степень, она может быть достаточно большой, может быть, даже как молоко такая, да, вот она... Давайте, смотрите, я назову вначале телефон горячей линии для справок. Да, 6-5-2-44. 6-5-2-2-22-44. 6-2-2-22-22-44. Там дежурят эксперты, в том числе есть и врачи, да, мы располагаем и медицинским штатом, где вы можете задать все интересующие вас вопросы. Просто, ну, программа у нас ограничена физически по времени. Как серебрить профилактически? Вы знаете, вот эти 12 секунд, рекомендации в комплекте идут с каждым прибором, со всей нашей линейкой приборов, у нас их три, да, мини, сильвер и виво, вот эта новейшая модель, про которую я рассказывал в прошлых эфирах. Так вот, если вы в любом из этих ионизаторов воды, вот для вкусности, для удовольствия посеребрите 0,1 миллиграмма, вы не только, Олег, получите эффект профилактики, да, противовирусной. Я открою маленький секрет. Если вы приготовите не просто на воде мягкой, щелочной, вкусной, свой суп, компот, да, сделаете любой момент, момент, если вы еще вот на этой слегка посеребренной чуть-чуть воде будете готовить, в принципе, можно сказать, что все звезды Мишелина у вас в кармане. Это один из архиважнейших секретов. Вот сейчас я раскрыл Александру вам и всем радиослушателям его в прямом эфире абсолютно бесплатно. Добавьте немножко вот этого серебра в воду и приготовьте на ней. Вы почувствуете все на вкус, вам ничего объяснять не надо будет. Организм также, когда вы пьете эту воду, все чувствует. А, на вкус, ее слаще, приятнее пить. И результат, который происходит, вот как у меня в семье с моей дочкой. Когда мы жили в Юрмале как-то, я говорю, слушай, живем на курорте, а ребенок 2-3 дня в сад в Аблитов этот зайдет, и потом 2-3 недели дома. Ну, такой передвижной госпиталь, да, военно-полевой, дома находится постоянно. Полтора года я пил щелочную воду, считал, что серебрение – все это ересь и ерунда. Я не врач, мне простительно. Откуда я мог знать, что коллоидное серебро готовят в аптеках? Откуда я мог знать, что в лор-кабинетах применяют то же самое коллоидное серебро, когда не работает ни один антибиотик? Откуда я мог знать, что в Рижском ожоговом центре эмульсии на основе ионов серебра также помогают людям с ожогами страшнейшими нарастить, восстановить наши клетки, избавиться от рисков воспалений? Откуда я это мог знать? Мне никто не рассказывал. Но в данном случае, опираясь на собственный пример, проверив на себе, когда я сделал 3 миллиграмма, вот тот немножко молочко, мутненькую водичку, и по рекомендации 3 стакана в день, вирус гриппа я пережил за 3 дня с выходом в эфир. Проверив на себе, стал серебрить, наконец, детям. Ну, мог делать это полтора года уже обратно до того, прочитав рекомендации, просто не задавая вопросов. А я привык сомневаться. Вот у меня такой технолог пищевой промышленности, он не может всем верить на слово. Я же точно знаю, что в магазинах продается под видом еды, да, и в дешевых, и в дорогих. Поэтому вот такой скепсис у меня присутствовал. Но когда дочка перестала делать вот эти вещи, 3 дня в сад и 2 недели дома, когда мы в сад ходим неделю, вторую, и уже так говорю, слушай, ну, может, оставим там ребенка на день-два дома, возьмем, поедем куда-нибудь к бабушке, раз уж так уж, да, раз уж не болеем. Вот этот зрительный ощутимый эффект, который получаешь не через год, а буквально, ну, в течение недели. Накопительный эффект, очевидно. Присутствует тоже. Это если про микродозу. Если 3 миллиграмма сделали, выпив этот стакан, как написано в рекомендации, вы, в принципе, физически чувствуете, как спадает температура и прекращает выламывать кости. Ну, то есть симптоматика вирусная, она сваливается практически сразу. Вот и все. Вот так действует настоящее серебро. А для еды все-таки вот какой? 0,1, да, нужно, если мы что-то готовим? От 1 сотой до 1 десятой. Ну, то есть от 1 секунды до 12 секунд можете смело серебрить. Насыщенность вкуса зависит именно от степени добавленности серебра. То есть я делаю до 0,1 включительно, получается идеально. Даже если вы рис сварите на этой воде, у вас будет совершенно другой рис. Вкус меняется кардинально. А он сам по себе свернется в суши. А в суп? Суши сам не свернется. Это попорошу ко мне в какой-нибудь из приездов. Мы на вашей радиостанции можем в прямом эфире показать, как делать суши. Я это в Риге, кстати, делал, когда я работал на одну немецкую фирму. Люди собирались. Вы знаете, бултера, радиоведущие, врачи. Единственная претензия у них была ко мне потом, после второго, третьего семинара. Говорят, Евгений, мы теперь можем сделать самые вкусные суши. Единственная проблема, мы теперь не можем кушать ни в одном рижском заведении. Во-первых, теперь невкусно. А во-вторых, мы точно знаем, сколько стоит себестоимость самого дорогого ролла. Знание – это скорбь. Но знание – это в то же время сила. Согласитесь, Александр. Безусловно. А вот если мы варим суп, не вывариваются? Что происходит с щелочной водой и посеребренной водой? Любой, не знаю, борщ или мы делаем бульон из костей? Во-первых, что бы вы ни делали, мягкая щелочная вода вам понадобится. И во всех приличных маломальских ресторанах, а такие вреди еще остались, всегда стоит водоподготовка, смягчители воды. Такие большие металлические, как бы блестящие баки, довольно дорогие, которые и в ледогенератор, вода идет не напрямую из крана, не просто через фильтры она проходит, чтобы в бокальчик с коктейлем, с напитком каким-то, ну, с домашним лимонадом попасть. Было все-таки лето, было жарко, да? И здесь идет речь о водоподготовке. Щелочная мягкая вода с экстрактивностью высокой. То есть вот та программа в нашем инизаторе для приготовления пищи, она специально сделана для гурманов, для тех, кто любит не просто жить без боли, а жить вкусно. Замочив для начала в этой воде на час-полтора, поставив черепочку с водой, туда поместили продукт, неважно, курица, помидор, огурец, главное, апельсин не ложите, а у них штука толстая. Так вот, за час-полтора вы получаете не только процентов 30-40 минус нитратов, химических соединений, удобрений и всего того, чего напичкали. Ведь, поймите правильно, первый и второй сорт в магазине отличаются только количеством химии. Был у меня как-то ресторан в Германии, 5 лет я там бизнесом этим занимался, и, проходя повышенное обучение, чтобы самому обучать персонал по санитарии, по хацапу, узнал, оказывается, что у нас в Евросоюзе первый сорт – это количество химии, которое позволяет быть съеденным в свежем виде, да? А второй сорт – частичная либо полная тепловая обработка. А третьего, как вы заметили, у нас в магазинах нет. Поэтому что сделать с яблоками второго сорта, вы знаете. Сварить или джем приготовить на нем. В коем случае не хрустеть сырыми. Так вот, когда вы делаете на воде с высокой экстрактивностью, мягкой, щелочной, а здесь вы 4-5 минут, ну, для приготовления пищи чуть дольше готовится, вы ее просто из крана получаете. Налили в кран, из крана военизатор, да, то есть 5 максимум минут, PH 9,5 – вода, которая позволяет вытянуть вкус из продукта, сделать даже настой из любой лекарственной травы без кипячения, то есть без залива кипятком. Заливаете тем же самым PH 9,5, к примеру, иван-чай, ромашку, медуницу, да, липовый цвет, и за 3-4 часа в темном месте получаете вытяжку без нагрева. Проверить мои слова можете очень просто. Зайдите на ЦЕСУ-15, ЦЕСУ-15, вывеска, правда, будет в Самора, наш еще не повесили, там открыт фирменный магазин представительства завода «Бурбулюкес» в Латвии. ЦЕСУ-15, город Рига, параллельно улице Бриебас, центр города, парковка, остановка, Таллинас, все есть, да, можно добраться. Возьмите с собой два пакетика чая. Ну, нет, у нас чая, чай мы не продаем. Одноразовые, самые простые. Там стаканчики у нас есть, вода тоже найдется. В один стакан своими руками налейте воду из крана, а во второй приготовьте, там это можно сделать абсолютно бесплатно, демонстрационные приборы есть. В H9,5 опустите эти два пакетика, и на ваших глазах вы увидите, как за минуту один превращается в настойный крепкий напиток, да, ну, а другой попробуйте на радиостанции в крановую воду опустить или в кипяченую, горячую, да, или в холодную. Ну, лучше в холодную, наглядно видно все, да, как это происходит. То есть богатство вкуса. Максимально сохранить все фитоциды можно даже не кипятя, а потом подогрев на водяной бане. Вот сейчас, когда хочется тепленького, когда температура 8 градусов, да, вот этот настой подогреваете на водяной бане, только не в микроволновке и не на, собственно, электрической печи, чтобы не пропал минусовой заряд. И вы тогда получаете свойства, а, восстановительные, которые присутствуют в ионизированной щелочной воде, антивирусные, антибактериальные, если это вода была серебром, и если вы сделали ту же самую травяную лекарственную настойку, добавили фитоциды. То есть матушка природа пришла к вам на помощь, но вы не сидели просто на нее вот так вот глядя, когда мне таблеточку дадут, а сделали все сами, своими руками. Ну, потому что вопросы все равно возникают, вот можно ли делать кофе, например, вот на основе щелочной воды, не пропадает ли этот щелочной заряд? Низко щелочной. Пропадает минусовой заряд при кипячении выше 40 градусов, да, то есть 46-48 минусовой заряд уходит. Это, в принципе, как и с любым человеком бывает, если его нагреть. У нас в крови так же самое, минус 100 – это артерия, венозная кровь – минус 7. Мы с вами живые, батарейки жидкие, ничего не изменилось, да, за последние тысячи лет. Так вот, если воду кипятите, да, минусовой заряд уходит, но вы пьете ее в свежем виде, приготовленном, для того, чтобы этот минусовой заряд получить. При приготовлении пищи остается PH, остается щелочность, остаются все эти компоненты, из чего состоит ваша вода, минералы, в ионной форме. Плюс меньшее поверхностное натяжение, экстрактивность, у вас получаются насыщенные, богатые вкусы. Чая, супа, кофе, да, там требуется PH-8-1. Я говорю, подробнее возьмите, позвоните. 6-5-2-44. 6-5-2-44. 6-2-2-2-2-2-2-2-2-4-4. Наши эксперты, они профессионалы и в этих вопросах. Потому что сами пользуются этими приборами. Ну, и я хочу сказать, что к этим приборам прилагаются действительно не только инструкции по пользованию, но есть и книжечка, которая объясняет все тонкости, при каких заболеваниях, как использовать прибор, какую воду. И в том числе там есть и все эти детали, о которых мы сейчас, может быть, так вот рассказываем, но запомнить, может, это довольно сложно на слух. Ну, я обычно говорю мужчинам, всем, кто старше 40 или подкрадывается к этому возрасту. Я говорю, вы знаете, не надо листать всю книжку. Вот не надо. Читать много букв, хоть они и большие, это напрягает головной мозг. Люди уже разучились, в принципе, читать. Дайте всем видео. Но в сборнике рецептур он по алфавиту идет. Он разбит не просто по заболеваниям, а под группам. Речь сосудистый, опорно-двигательный аппарат. Есть еще алфавитный порядок. Первое, как вы заметите, если откроете свою книжечку, аденомо-предстательной железы. Застой крови в органах малого таза. Ну, что поделать? Ну, работа у многих такая. Либо сидящая, либо в машинах часто время проводят много. Застой крови в органах малого таза. Аденомо-предстательной железы. Ребята, это вот то самое. Если это, конечно, не онкологический случай, ну, тут уже что вы сделаете с водой, простите вам на операцию. Если это не онкология, а просто простая, обыкновенный простатит, вы можете им не страдать, не мучиться, можно полностью пользоваться, так сказать, природными функциями своего организма. Там комплекс отдельно прописан. По высокощелочной, по кислотной воде все написано, как, что делать, пить. Да, довольно убористо, полстранички, но придется прочесть. Евгений, у нас, к сожалению, да. Да, 8 суток – это первый курс. Через неделю на второй вы почувствуете себя другим человеком. Мужчины, я призываю, в том числе и вас, и женщин, которые хотят позаботиться о своих мужчинах, да, не только о детях, чтобы они не болели, позвоните прямо сейчас. 6-222-2244, 6-222-2244. Я гарантирую вам, что все сработает точно так же, как сработало со мной и с моей семьей. Для вас скидка 60 евро, плюс для тех, кто дозвонится прямо сейчас, будет подарок. Запас мембран на ближайшие 5 лет и примерно еще на 58 евро подарок. И доставка сегодня бесплатная для всех. Мы можем себе это позволить. Сделать подарок для всех людей. Поднять настроение всей стране сразу. 6-222-2244. И будьте все здоровы на самом деле, а не на словах. Спасибо, Академия Здоровья, Евгений Данько. Спасибо, Евгений. До свидания.